Итак, дорогие друзья, все, мы начинаем, начинаем 182 урок вообще, 182 урок, я никогда этих длинных циклов не проводил, прям подряд, и меня это дико радует, что есть у меня в жизни одна только такая системность, устойчивость, настойчивость, и все это связано с ТОРой. Это меня дико радует, прям вообще, что у меня получается, я выполняю то, что написано в перте, а вот, сказал Шамай, осе тора теха кева, сделай ТОРу свою постоянной, вот у меня действительно получилось наконец-то выполнить совет Шамая, осе тора теха кева, и мор маат, правда не получилось, ва сербе, говори мало, делай много, я все-таки больше говорю, чем делаю. И принимай каждого человека, с улыбкой, так Шамай нам советовал, и давайте выполнять его пожелания, его совет, значит, принимаем всем с улыбкой, и делаем ТОРу кевой, постоянной. И мы продолжаем изучать 23 главу, сегодня с Божьей помощью мы ее закончим, и перейдем к 24, и у нас окажется уже впереди останется 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 глав, и мы закончим Мишли изучать, это будет победа. Победа, 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 реально, изучить Мишли, это, тюш, вообще, ради этого, как говорил мой учитель Равыска Зильберг, Захарноса Декли Вороха, ради этого стало родиться, чтобы изучить Мишли, то есть это было достаточной причиной, чтобы прийти в этот мир. Все, значит, у нас сегодня продолжает царь Салмон антиалкогольную пропаганду, конкретно, я смотрю, что прошлый урок очень мало лайков, и я понял, почему, потому что многие с ним не согласны, да, как так не пить алкоголь, как это, если мы выросли в стране, где все было на алкоголизме построено. Значит, 32, 31 был отрывок, что не надо, говорил он, он прям все доводы убрал, не надо, говорил он, значит, 31 был отрывок, значит, 30 был, что те, кто поздно сидят за винов, они потом катятся по наклонной, ищут тех, кто хорошо наливает, ищут все новые-новые комбинации, смеси, и доходят до, знаете, как-то в Новосибирске отравились на 100%. Состойками этими, вот, насмерть люди травились, пьют уже настойки, уже, когда падают по наклонной плоскости, все. Теперь 31 был отрывок, не смотри в вино, что оно красное, и как будто бы вино, оно улучшает здоровье и так далее, он говорит, не смотри, значит, это только кажется тем, кто начинает, что ты идешь по прямой. И вот 32 отрывок сегодня, значит, сейчас, 32 был, ахарито, кенахаш, яшах, последствия его, как змея, которая кусает, и кеципони, яфриш. Значит, это тоже, как второй вид змеи, от которого тоже отделяется яд. В общем, смысл этого отрывка, здесь царь Соломон нам показывает, боярышник из аптек пили, да, это вот уже до этого докатывались. Значит, царь Соломон нам говорит, как вино влияет, что оно в тебя, когда входит, оно кажется весело, так, все нормально, как бы радостно такое, да, эйфория первая. Но потом это яд, вот прямо написано, прямым текстом, как змея кусает. То есть, когда змея кусает, в первый момент ты не чувствуешь, но потом этот яд проникает и парализует. Также действует вино, то есть, конкретно алкоголь входит, когда в мозг, вначале выделяются какие-то гормоны, там, эйфория, расслабленность и так далее. А потом этот яд идет дальше, выделяются какие-то там другие, то есть, там целый есть процесс, как алкоголь влияет. Кстати, можно найти, я смотрел какой-то ролик в ютюбе, где один нейробиолог профессора объяснял действия алкоголя. Там есть три стадии, кто, как реагирует, как алкоголизм развивается. В общем, царь Соломон нам без всех этих научных доказательств, он говорит, это как яд змеи. То есть, он тебя входит, ты не замечаешь, а потом, потом все. 33-й отрывок. Эйнеха ируза рот. А, и к чему это все приводит? К чему это все приводит? Глаза твои увидят за рот, и в Элибеха и Дабер Тапухот, и сердце твое будет говорить, Тапухот будет говорить обратные вещи. То есть, помните, мы учили, 26-й отрывок был, что говорил царь Соломон от имени Бога, дай, сын мой, сердце твое мне, и глаза твои будут твои пути создавать. То есть, идеальный вариант, когда человек наполняет свое мышление, наполняет работающими схемами. Вот мы говорим с утра, шма, Исраэль, слушай, Израиль. То есть, мы себя, как радио, знаешь, включаешь радиоволну, в советское время было, включается радиоволна, говорит и показывает там что-то, радио. И тут надо себя включить. Шма, Исраэль, услышь, Израиль. Израиль, это само слово переводится прямо к Богу, тот, кто прямо присоединен к Богу. То есть, Исраэль, это как Яшар, корень, прямо. Эль, это Бог, одно из имен Всевышнего, которое обозначает силу. Эль, это сила, энергия. То есть, то, что двигает миром. И ты себя, как бы говоришь, шма, Исраэль, пробудил себя, включил. Включился, то есть, отключился от внешнего мира и включил себя на связь с Богом. Шма, Исраэль. Ашем, юткэ вавкэ, это имя, его просто так нельзя произносить, но, наверное, в уроке можно. Адуной произносится оно, как это то качество Бога, которое вне всех структур и вне всех проявлений. То есть, это первопричина всего, которая еще не структурирована. Вот это юткэ вавкэ, то есть, то, что создает все созданное. И ты, когда произносишь себе, говоришь, шма, Исраэль, включайся. Потом ты говоришь, вот этот Бог, и ты в этот момент с ним соединяешься. Ты вот подключаешься к этому первичной силе, которая первопричина всего мироздания, творения. То есть, творец, создатель. Потом ты говоришь, элокейну, элэйну, правильно произносить. Эль, это сила, элоким, это собрание всех сил. То есть, представьте, Бог этот мир запрограммировал очень четко. Все законы, они взаимодействуют друг с другом, они друг с другом сочетаются. Тут закон всемирного тяготения, тут закон какой-то еще, гравитации, сохранения энергии. То есть, ученые постепенно открывают те законы, которые создал создатель. Представьте, он создал такую гармоничную систему, ученые только описывают эту систему. Они ничего же не создают, ученые. То есть, Эйнштейн думает, как эта штука работает, как этот мир работает. А вот там и он какую-то формулу говорит, вот так он работает. А другой потом приходит и говорит, а вот тут смотри, давай сейчас зайдем на уровень атомов, мы уже можем зайти посмотреть. А там не работает. Давай другую формулу придумаем. И там квантовая какая-то появляется физика. Потом, значит, ученые говорят, а давай разгоним частицы, посмотрим, что будет. И дальше они, когда смотрят, как работает мир, они описывают. То есть, наука это описание существующей системы. Это не говорят, наука это точность. Наука максимально как бы приближена к точности, пытается описать существующие процессы. А кто эти процессы создал? Бог. И когда мы говорим, шма, Исраэль, включись, Израиль. Дальше, Ашем, вот этот вот творец, создатель, всесильный наш. То есть, когда ты изучаешь Тору, когда ты знаешь, кто создатель, и когда ты изучаешь, как работают эти силы, то ты говоришь, если ты Исраэль, который полностью посвятил себя Богу, значит, что? Значит, Бог всесильный наш. То есть, ты как бы соединяешься с этими силами через знание Торы, через изучение Торы. Ашем, Эхад. Бог один, един. Потому что даже эта сила, это Он. Он же, Он все. Только все это Он в разных проявлениях. Понятно, да? И ты такой, джжжж, включился. И Бог говорит, отдай свое сердце мне. Дальше, когда ты включился, ты уже выключаться не должен. То есть, человек, который идет по путям Бога, он включается, и мы учили в Мишле, например, в третьей главе, там есть такой отрывок, один из самых сильных в притчах отрывков. Беколь драхеха деэлу. На всех своих путях познавай Его. То есть, когда ты осознаешь, что весь этот мир, это проявление Бога, то ты его, ты познаешь Его. То есть, ты находишься в состоянии осознанности. В уя жер архатеха. И Он выпрямит все твои дорожки. У тебя будет все очень четко, потому что Ират Ашем, тот, у кого есть страх, трепет перед Богом, кто зацеплен на Бога, он пройдет во всех путях. То есть, Бог его будет вести, проводить и выпрямить все его пути, дорожки там и так далее. Это как бы идеальный вариант, да? Дай, сын, сердце мне, отдай мышление Богу. И что? И глаза твои будут создавать твой путь. Это идеальный вариант. 26 отрывок, 23 главы. Теперь обычный вариант, как живет большинство людей, нормальных людей, то, что считается нормой. Это то, что мы говорим в Шмай-Исраэль, что мы такими не должны быть. Лото туру, ахарели вавхем, ахарейны хем. Не следуйте за своими сердцами, за своими глазами. Большинство людей следует за желаниями своего сердца. То есть, они по жизни ведутся через желания эмоциональные. И следуют за своими глазами. Их цепляет кто-то извне. Причем цепляет осознанно. На сегодняшний момент миром управляют манипуляторы. Конкретно. Политтехнологи управляют толпой вот этими нормальными людьми. И заставляют их конкретно голосовать, выходить на улицы, там все. То есть, это конкретно манипуляторы с большой буквы. Которые знают психологию, знают все законы. Прям программируют. Знают предпочтения каждого из нас. Они же следят через Фейсбук и через Гугл. Через все наши телефоны. Они следят за ежедневными действиями каждого из нас. Потом они это все вводят в специальный компьютер. И вычисляют, что кому нравится, что кому не нравится. И на каждого они потом делают его рекламную кампанию. Цепляют глаза, показывая каждому тому, что он ждет. Как-то один даже Равин, который этого не знал. Он как-то в интернете. Равин это Равмотин Овер. Он говорит, я поехал на лыжах кататься. Почему я поехал на лыжах кататься? Потому что мне с неба все время шли знати. Мне везде, куда я не заходил в интернет, показывали лыжи. А почему, ну все, кто знают, как работает интернет. Они понимают, что ему стоило один раз зайти на сайт, что-то связанное с лыжами. Или просто в телефон сказать, лыжи слово, да. Ему маркетологи тут же начинают везде показывать лыжи. То есть под него подгонять рекламу. Ты заинтересовался, у тебя хоть чуть-чуть желание проявилось. Мы тебе будем это показывать все время. Восемь раз увидел закон. 50% сделает. Сделает 50% людей. То есть вычисляется все до малейших нюансов. Ну то есть, понимаете, обычные люди идут влекомые сердцем и глазами. А теперь дальше. То есть они не принадлежат себе. Но дальше то, что мы сейчас пришли к 33 отрывку. Самый плохой вариант, это если обычный человек набухался. Это вот третий вариант, да. То есть 26 отрывок, когда у тебя все заполнено божественным, и ты создаешь свой путь, идя по путям Бога, это идеальный вариант. Второй вариант, ты следуешь влеком и сердцем, и глазами. Но возможно, есть и хорошие маркетологи. Я хороший маркетолог, например. Я стараюсь людей привести к знаниям и показывая им разные рекламы. Я их привожу на тренинги там и так далее. Есть хорошие маркетологи, которые продают хороший товар, да. То есть они пытаются человеку зацепить его и привести его в все-таки хорошие, честные услуги. Но есть шанс, что нормальные люди, если их будут вести позитивные лидеры, которые выбрали честность хотя бы, как минимум честность, есть шанс, что эта толпа повернет в хорошее направление. Люди, пришел Гитлер к власти, они все нацисты немцы, там все маршируют в сторону. Пришел, например, там к власти, я не знаю, кто, ну там, кто хороший был к власти. Пришел Кеннеди, например, я не знаю, хороший он был или нет. В общем, он пришел к власти, все за Кеннеди бегут, да. Потом Кеннеди кто-то взял, убил, значит, не понравился он им, да. Люди, какая разница, нормальные люди бегут за лидерами, да, а лидеры манипулируют через глаза. Но хуже всего, когда нормальные люди начинают бухать. 33-й отрывок звучит так. Эйнейха, если ты набухался, это идет продолжение, напился алкоголя, и ру за рот, они увидят вот этих вот гулячих женщин, о которых мы говорили в предыдущих отрывках. Что гуляющая женщина, она как ров глубокий. И, значит, ну вот если я могу про мужчин сказать, что если мужчины набухиваются, то чаще всего они на второй, третьей рюмке уже начинают, ну как бы искать женский пол. Ну, то есть я могу, я сейчас не пью, конечно, или если пьют в религиозной компания, где женщин отсаживают далеко, мы в религиозной компании, а женщина отдельно, мужчина отдельно. Это, да, как бы есть шанс, да, есть шанс не перейти на вот эту всю историю. Но по-обычному нам царь Соломон сказал, что глаза твои увидят за рот, они начнут тогда включаться картинки вожделений обязательно, включаться, особенно если ты уже насмотрелся всех этих, ну вокруг, куда взгляд не тень, везде голые женщины, там в рекламах, везде. И как только человек напивается, у него отключается его рациональная часть, духовная часть, и у него включается его животная часть больше. А животная часть, если он, ну, на гормонах, еще в соответствующем возрасте, она его тянет в первую очередь к размножению. Да, я не видел. И там он пытается уговаривать, он хочет защитить. Я, например, после этой главы пить перестаю вообще. То есть я кедуш носок, блинед, а это не, блинедеры говорят, когда есть заповедь. А это не заповедь пить алкоголь. Это не заповедь, это есть разрешение пить алкоголь, но это не является заповедью. То есть это не преступление пить алкоголь, но царь Соломон нам объяснил, что глаза твои будут видеть за рот чужое, ну, то есть, есть что, а сердце твое и доберта опуход. Сердце твое будет говорить вещи обратные от мудрости. Ну, как пьяных, вы видели же пьяных, как они беседуют, да? Значит, ну, понятно, ты меня уважаешь, уважаешь, там, и так далее. Понятно, да? То есть, все, 33-й отрывок, я бы печатал его на бутылках водки, притчи, 23-я глава, 23-я глава, 33-й отрывок, глаза твои увидят за рот, это чужое, как тут переводят, глаза твои увидят странные видения, переводят почему-то на русский, за рот это странные видения, и сердце твое будет говорить превратное, так переводят переводчики. Тапуход обратный от мудрости вещи. Хорошо, двигаемся дальше. 34-й отрывок притчи звучит так. И будешь ты, как лежащий в сердце моря, и как лежащий на верхушке мачты. То есть, следующее, он как бы рассказывает последствия. Вначале, после третьей рюмки, ты будешь искать женщин и говорить глупости. А вот уже после десятой рюмки, твое состояние будет, как будто бы ты находишься вначале на палубе корабля, тебя будет шатать. То есть, что уже показывает, что даже твою животную сущность уже убил этот яд. Он тебя зацепил, и вестибулярный аппарат уже не работает. А в конце концов, ты перейдешь к тому, что твое положение будет, как будто бы ты на верхушке мачты корабля, который плывет. Представьте себе вообще это состояние. Кто пил, тот знает. Кто пил, тот знает вообще. Это страшное состояние, когда ты уже, ну не дай бог, вообще теряешь над собой контроль. Все. И тридцать пятый отрывок, последний в этой главе. И кунии, баль, халити. Будут бить тебя, а тебе не больно. Аламунии будут тебя бить, чтобы прямо оставлять следы, прямо уже, да, то есть, чтобы уже сильно тебя будут бить. Аламунии, бали, адати. А ты даже знать не будешь, когда тебя бьют. Знаете, пьяного человека, значит, ну там, что с ним не делай, он как бревно, то есть, он теряет вообще полностью ощущение. Но самое страшное здесь, мотай атиц, когда проснешься, осив, а вакеш от, начнешь ты дальше будешь это искать. Казалось бы, человек, когда ему идет какое-то другое зло, человек, который там, его где-то избили трезвого, где-то он, ну то есть, человек, когда ему больно, он, это для него сигнал, что надо опомниться. Алкоголик, он, когда ему плохо, и он, знаете, есть известная история, когда один мужчина, он начал пить, он набухал, он не с теми людьми связался, обычно по пьяни, там, знаете, в ресторанах, в эти злачные, они так и называются, злачные места, да, он познакомился с какими-то не теми людьми, по пьяни пригласил их к себе домой. Я вам скажу, что преступлений по алкоголизму совершено дикое количество, невероятное количество преступлений совершено по алкоголизму. И вот, значит, этот мужчина, он связался с этими плохими элементами, с ними начал пить, в общем, у него жизнь пошла под откос, он развелся с женой, он потерял бизнес, у него были проблемы с милицией, у него были проблемы с, ну, не осталось с друзей, потому что он по пьяни, там, делал разные плохие вещи. И, значит, он уже остался один, больной, без друзей, без работы, без ничего. И вот он как-то утром просыпается и видит, что он в какой-то вообще, ну, где-то он с пьянок куда-то попал, в какое-то место такое, какая-то квартира, матрасы на полу, вообще непонятные люди какие-то рядом валяются. он, значит, решил, что он больше так жить не может и почему-то по пьяни, знаете, когда мозг же нормально не работает, он увидел только один выход, это закончить жизнь самоубийством. Хотя у него всегда есть выход, всегда есть выход из любой ситуации, сколько людей, которые вышли из пьянства, из самых, из наркомании люди выходят и отовсюду. Но он по пьяни именно, знаете, мозг с утра с похмелья, и он увидел только один выход, так повесится. И он, значит, берет, ставит табуретку, цепляет веревку за какой-то крюк в потолке, где раньше люстра висела, и уже он так примерил, собрался уже вешаться, и тут он смотрит, стоит на подоконнике такая тарелка с бычками, с окурками, и рядом стоит недопитый стакан водки, там чуть-чуть стакан заплеванный, грязный. Он думает, да, говорит, думает, перед смертью выпью уже и все. Ну, то есть, и повешусь же. Подходит к этому стакану, так выпивает этот стакан водки, ну, вообще яд, закуривает бычок, самый такой длинный, закуривает такой, и тут у него этот яд идет там опять в голову, он такой смотрит в окно, говорит, а что? Жизнь-то налаживается. Жизнь-то, говорит, налаживается, она нифига не налаживается, это просто еще раз яд был. И здесь этот царь Саламон у нас почти 3000 лет назад, он нас предупредил, что бьют тебя, а ты не чувствуешь. Уже ссадины, раны на тебе, а ты даже не знаешь о них. И что? А когда ты пробудишься от этого пьянства, так вместо того, чтобы бросить его, то что? Будешь просить еще. Поэтому, друзья, чтобы не заходить в эти все истории, я вам очень советую, рекомендую бросить пить. То есть, это не я советую рекомендую, это нам царь Саламон советует рекомендует. Не пить алкоголь и, значит, перейти в категорию людей, которые двигаются от ступени к ступени, приближаясь к Богу, изучая божественную мудрость, осознанность. Есть прекрасные вещи, йога, медитация, которые позволяют наладить контроль над собой, над своим телом, над своим мышлением, над своим вниманием. Есть прекрасные книги, любой человек может изучить любую профессию, любой новый навык, тысячи хобби и так далее. Естественно, что главное в жизни это духовный рост. Мы для этого, Бог создавал мир, чтобы человек, пробуждая свою божественную сущность, двигался в направлении Бога. Но остальное время, которое освободится у вас, когда вы перестанете пить спиртные напитки, можно использовать на что? На рост, развитие, спорт, хобби и профессиональный рост. Я вообще считаю, что у человека есть две цели в жизни. Это первое, духовный рост, второе, профессиональный рост, то есть дойти в какой-то профессии до совершенства, что-то внести в этот мир, какой-то вклад. Пускай будет хоть один человек, которому вы что-то сделаете такое крутое, но он скажет, вот ты мастер вообще, красавчик, молодец. А если таких людей будет много, то у вас будет признание, слава, деньги. Но самое главное, это божественная, божественная любовь, которая, если человек ее получает, то ему вообще прет во всем. Хорошо, теперь, дорогие друзья, пожалуйста, пожалуйста, женам принудительно заставлять мужа не получится. Я вам так скажу, что вообще, к сожалению, принудительно ничего сделать нельзя. Можно сделать только, когда ты хочешь. Вот когда человек хочет, он захотел, он начинает действовать, и дальше он находит информацию. Все, напишите, пожалуйста, три своих вывода. Для меня выводы однозначные. Пьянство, бой. Пьянство, бой. Итан, конечно, Итан, конечно, Итан, он не согласен, он не хочет избавляться от своих пагубных по субботам привычек, да, они по субботам выпивают. Опять же, еще раз скажу, что это неоднозначная позиция. Есть, которые выпивают и стараются именно в этом состоянии еще больше свое сердце пробуждать к Всевышнему, но после первой бутылки все равно они все валятся, все равно валятся они все. Так что, лучше не пейте. Все, удачи, успеха, хорошего дня, чтобы Бог дал заслугу того, что мы учим Тору, благословения во всех хороших делах, здоровья, богатства, гармония, спокойствие, мир в семье, мир в доме, мир на душе, чтобы было у всех все хорошо, с Божьей помощью. Все, удачи, успехов и напишите свои выводы, поделитесь и поделитесь со всеми друзьями-алкоголиками. Все, пока.